Не надо ничего придумывать, все составляющие придуманы и продаются. Это соединитель трубы, который в итоге мне не понадобился. Это обратный клапан, который открывается при работе вентилятора и закрывается после, чтобы внутрь помещения не задувало извне. Сначала мне продали стальной обратный клапан, уверяю, что он надежнее. Ох уж эти местные консультанты. Стальной обратный клапан бабочка подходит для промышленных вентиляторов, а не для бытовых. Там мощности другие. Решетка наружнее и сам вентилятор. Чтобы мне все собрать, мне нужно знать точную ширину своей стены. Отмечаем на стене линию для распила отверстия. Далее десятом сверлом сделала два отверстия для пилки лобзика и аккуратно выпилила по линии. Вырезала минеральную вату, она глубиной 15 сантиметров. Далее взялась за длинное сверло. Почему не взялась сразу, чтобы продверять стены одним махом? Мне как-то сказали, что вата внутри может намотаться на сверло, тем самым изорвется там внутри. Не хотелось этого допускать. Рисуем и снаружи линию прореза. Вырезаем. Наконец, отмерив точную ширину своего отверстия для трубы, взялась пилить трубу под размер. Этот кусочек пойдет на край между клапаном и наружной решеткой. Собрав их вместе, отмеряю 18 сантиметров точную ширину отверстия для трубы. Далее осуществляю монтаж стену. С наружной стороны в решетку мне захотелось поставить еще сеточку, хотя она есть внутри вентилятора. Жучков в виде сущих у нас много, пусть будет. Далее я придумала, что вентилятор у меня будет включаться от датчика движения. Подключаю к цепи, датчик ставлю на потолок над дверью. Включился. Единственное, чем он мне сейчас уже немножечко не устраивает, тем, что он маломощный. Немножечко не справляется с своими обязанностями, когда здесь в особенности зловомно. Я его купила за мало денежек, потому что это мой первый опыт. Не хотелось очень сильно накосячить. И сейчас, потому что такое состояние, я не могу себе пока позволить дорогой и мощный. В принципе, нет никаких проблем в будущем его заменить. Мне это займет ровно две с половиной минуты. Хотя, в принципе, я отрегулировала сейчас датчик движения на две с половиной минуты и вентилятор теперь справляется. Только немножечко подольше. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok